Первый том добротолюбия. Поучение и наставление святого Антония Великого. Но он показывает этими словами, что живущим в уединении чужды брани со стороны чувств, которыми другие терзаемы бывают более, чем те бранями сердца, которые поднимают в них демоны. Отцы наши того ради уходили в безмолвие, чтобы брани сердца не были усиливаемы бранями со стороны зрения, языка и слуха. Ибо как легко падают братья общежительные, которые то выходят из монастыря, то входят в монастырь, ибо у них к бране сердечной присоединяется брань со стороны телесных чувств. Так удобно падают и монахи, которые живут в безмолвии, и тревожимым бывает только брани сердечные, если и к ним подойдет брань со стороны телесных чувств. Это довольно полно оправдано теми братьями-отшельниками, в котором в то время, когда они жили в уединении, приходили по какому-либо случаю женщины, и у которых потому к бране сердечной присоединялось видение тела и красоты лица. Они тотчас были преодолеваемы усиливавшуюся бранью сердца и падали. Что подлинно у тех, кои живут в уединении, брань со стороны душевных чувств, сильнее и жестокнее, нежели брань со стороны чувств телесных. Это можно видеть и из слов блаженного Ивагрия, который говорит, что с теми монахами, которые живут в уединении, демоны ведут брань прямо, сами от себя, без всякого посредства. А против тех, которые живут в обителях и ревнуют о преуспеянии в добродетелях, они возбуждают и поднимают распущенных монахов, которых жесточе, досадительнее и коварнее никого нет. Пятый вопрос. Что значит следующее изречение, сказанное Святым Абвой Антонием? Келия монаха есть печь вавилонская, вместо трех отроков, среди которых был Сын Божий, и есть столб огненный, из которого Бог говорил с Моисеем. Ответ. Как огонь имеет два свойства, из которых одно есть жар больно обжигающий, а другое освещение радующее, так и терпеливое пребывание в келии имеет два действия, из которых одно тяготит и беспокоит новичков в безмолвии, то крайним изнеможением, то бранью, а другое радуется и успеянием, делая покойными тех, которые миновавшие страсти являются совершенными в чистоте и удостаиваются светлых видений. Смысл же сказанного им о трех отроках, что они видели Сына Божий, есть следующее. Как Анани, Азарий и Месаил, будучи ввержены в Вавилон, в печи огненной не были сожжены и даже обожжены, потому что к ним послан был Ангел Божий снять с них узы и избавить от разрушительного действия огня, так и для братьев, выединения неживущих. Сначала браньство страстями, поднимаемые на них демонами, бывает очень трудно, но их никогда не оставляет благодатная помощь Господа нашего Сына Божия, явно посещая их и обитая с ними, чтобы, когда всей помощью победят они в страсти и врагов, удостойки их благодати совершенной любви и светлой славы своей. Шестой вопрос. Что значит следующее изречение Авва Антония? Не должно воздавать злом за зло, если монах, не достигающий всей степени, дохранит молчание и безмолвие. Как можно достигать этого безгневия посредством безмолвия? Ответ. Если брат немощный, оскорбляющий брата своего языком, и ненависть к нему, питающий сердце, удержит себя в келье и воздержится от разговоров с людьми, подавляя между тем злые помыслы, и постоянно прилежа молитвам и чтению Писания, то посетит его благодать мира, просветится сердце его, и дух его возрадуется в Боге, получив свободу от страсти. Ибо человек, сей извинув на крест Господень, воспламенится любовью к нему, и, поцеловав его, станет рассуждать о том, как Бог, по Писанию, так возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного предал на смерть за Него, что, конечно, любовь свою к нам показал Бог тем, что Он грешник нам, когда еще были во грехах, послал Христа, который умер за нас. Если же Сына Своего не пощадил Бог, но предал Его за нас, на смерть, и при том на такую позорную смерть Христа, как с Ним не дарует и всего? Или в чем другом откажет нам? Великая же к нам милость и любовь Христова побуждает нас не только подумать, что нам никак не следует жить для своих пожеланий, а для того, кто за нас умер, но и взирать, как на начало и образец терпения на Иисуса, который понес за нас крестную смерть, и, потерпев такое поношение, опять воссел, одеснуя Бога на небесах. Итак, если постражден с Ним, с Ним прославимся, и если с Ним претерпим, с Ним и воцаримся. Почему апостол Павел увещевает нас, говоря, будем взирать, братья, на крест Господа нашего. Смотри, сколько перенес Он за грешников, которые были врагами душ своих. Не унывайте и не расслабляйтесь душами своими по той причине, что вам приходится терпеть тесноту, обиды, поношения и смерть, которые надлежат вам за любовь к Нему. И спрашивайте в молитвах ваших прощение тем, которое причиняет вам неудовольствие, подобно тому, как Господь молился за распинателей своих, говорил, Отче, прости им. И как блаженный Стефан и спрашивал прощение у Господа нашего тем, которые побивали его камнями, говоря, Господи, не вмини им этого греха. Если монах тот, сидя уединенных кельей своей, будет рассуждать таким образом, то укрепиться духом, возгосподствует над всеми страстями в Господе, и не только не станет кого-либо обижать или гневаться на кого, или злом воздавать за зло кому, но будет великой радостью радоваться, и в честь этого себе вменит, если случится потерпеть ему поругание и обиду. Вот до какой нравственной крепости доходит монах кельей своей по причине безмолвия, внимания к себе и терпеливого исполнения заповедей Христовых. Каковы? Пост, молитва, богомыслие и другие добродетели, имеющие место в безмолвии. И так очень хорошо сказал блаженный Ава Антоний. Если монах не может воздержать языка своего от нанесения оскорблений, ропота и многословия, и сердца своего не сильно удержать от таких падений, пусть, по крайней мере, сколько может, прилежит безмолвию и молчанию. Вопрос. Пришли некогда братья к Аве Антонии и сказали ему. «Дай нам заповедь, которую мы могли бы исполнять». Он говорит им, написано в Евангелии, «Если кто ударит себя в одну ланиту, обрати к нему другую». Те отвечали ему, «Мы этого никак не можем исполнить». Старец сказал им, «Если вы не можете обращать другую ланиту, переносите терпеливо удар в одну». Они сказали, «И это не можем делать». Он еще сказал им, «Если и этого не можете, по крайней мере, не отвечайте ударом тому, кто вас ударит». Они сказали, «И этого не можем делать». Тогда великий Старец сказал ученику своему, «Приготовив братьям этим немного пищи, потому что они больны». Что значат эти слова Святого Отца? Ответ. Он хотел сказать, что с такими нечего делать, как покормить их и отпустить. Но как Старец в заключении сказал, «Для вас нужна молитва», то можно думать, что под пищей он разумел молитву старцев. Как бы так говоря, «Если вы не можете ни того, ни этого, то нужна молитва о вас». Ибо как для больных потребна особая пища по слабости их желудка, которая не может принимать всякого рода пищу, так и для вас, у которых мысль так немощна, что не может и малой части заповедей Господа нашего исполнять, нужно исцеление, врачевание душ, именно молитвы отцов, которые могли бы их вам и спросить. Восьмой вопрос. Святой Авантоний сказал, «Я видел все эти дьявола, простертые по всей земле». Востенав от этого и сказал, «Горе роду человеческому! Кто может избавиться от них?» И сказали мне, «Смирение спасает от них, ибо они не могут спутывать его». Как видел святые сети эти, чувственно или мысленно? И кто те, которые сказали ему, «Смирение спасает от них, ибо они не могут спутывать его?» Ответ. Авва Макарий, великий египетский, ученик Авва Антония, видел также во внутреннейшей пустыне скидской все козни вражеские, в то же время, как видел их Авва Антония, только в другом образе. Святой Макарий видел бесов в подобии двух человек, из которых один был одет в дырявую одежду, на которой были разные цветы, нашивки. Тело же другого, все покрыто было изношенной одеждой, наверху которой была сеть какая-то, обвешанная пузырьками. К ним подходил еще какой-то, который покрыт был крыльями наподобие покрова. Вот этих телесно, телесными очами, видел Авва Макарий, а святой Авва Антония видел оком ума, как видит видение. Все те сети дьявола, которые он всегда строит монахам, и которыми старается их опутать, уловить и помешать им благополучно кончить шествие свое путем добродетели. Так написано. Гордые скрылись в сеть для меня, и раскинули тенета перед ногами моими. Итак, он видел, что все эти дьявольские устроены по земле, таким же образом, как зверолову протягивает свои. Видя это, он удивился, и ужаснулся по причине множества тенет и сетей, в которые, если бы и зверь какой попался, то не мог бы высвободиться. По множеству разных силков и путь. Вот таким образом представились Авве Антоний виды всех страстей телесной душевности, которые бесы борют монахов, и видел он ангелов святых, которые поименно означали ему сеть каждой страсти, именно сеть чревоугодия или объедения, сеть сребролюбия, сеть блуда, тщеславия, гордости и прочих страстей. Сверх того, они показали ему все искусство и хитрость, и как враг устрояет свои сети и засады, чтобы положить братьям препону, опутать их и остановить их шествие по великому пути любви Божией. Когда, пораженный ужасом, при виде сетей, он восстинал и сказал, горе нам, монахам, как избавиться нам и спастись от этих сетей, чтобы не запутываться в них. Ангелы сказали ему, смирение спасает от всех их, и кто им обладает, тот никогда не запутается в них и не падет. Но они не сказали, что одним смирением препобеждается страсти и демоны, требуются еще и другие дела и подвиги вместе с смирением. Смирение одно, само по себе никакой не принесет пользы, равно как и дела без смирения. Ничего не значат, ибо они без него, что мясо землею, а не солью осоленая, которая легко портится и пропадает. Итак, телесные труды, внутренний подвиг ума, безмолвие, непрестанная молитва с совершенным смирением преодолевает все страсти и демонов. Так что эти последние и достатне сильный монаха, обладающего ими, как ангелы, сказали это Аве Антонию. Вопрос. Аве Антоний сказал, если подвизаемся подвигом добрым, должно нам крепко бояться и крайне смиряться перед Богом, чтобы он, ведущий немощь нашу, покрывал нас десницей своей, хранил. Ибо если вознесемся гордостью, он снимет покров свой с нас, и мы погибнем. Какой смысл этого изречения, блаженного? Ответ. Смиряться должны мы всегда, как во время тесно, скорбей и браний, так во время мира и покоя от браний. Во всякое время имеем мы нужду в смирении, так как оно, во время брани, доставляет нам помощь и придает силы к поднятию тягости терпения. А во время мира и покоя от браний защищает нас от гордости и удерживает от падений. Так же по причине разлинения нашего и приняющего нас Бога забвения должны мы смиряться. Ибо очевидная здесь немощь наша сама собой поведет к смирению и заставит отгонять всякую гордость. Бог не хочет, чтобы мы всегда находились в опасностях и тревогах, но по своей благости и человеколюбию покрывает нас и прекращает брани страстей и свирепость демонов. Итак, если мы во время брани и подвига прибегаем к смирению ради опасности и затруднения, а во время спокойствия и безопасности от брани забываем Бога и возносимся гордостью, то Он без сомнения снимет нас покров свой, и мы погибнем в разорении и отчаянии. Почему нет времени, в которое не было бы нам потребно смирения, так как во всяком месте и во всех действиях мы всеконечно имеем в Нем нужду? Вопрос 10. Некто из старцев молил Бога показать Ему всех отцов, Ему давно было видеть их всех, кроме святого Авва Антония. Тот, кто показывал Ему их, сказал, где Бог, там Авва Антония. Как видел Он всех отцов и почему не видел Авва Антония? Ответ. Или Он старца был восхищен в рай и видел там отцов, или сами отцы пришли к Нему, или Ангел показал Ему их посредством видения. Авва же Антоний не был им видим по двум причинам. Для показания великости славы святого Авва Антония и для того, чтобы смирить старца того, дабы не превознесся Он гордостью, что видел всех отцов. Ибо, исполняя Его прошение, Бог этим видением отцов обязывал Его подражать им. А что неудостоен Он видеть святого Антония, этим внушалось, что старец не имеет столько сил, чтобы подражать Ему, чем давалось Ему побуждение подавлять гордость и смиряться. Вопрос. Пришел однажды Авва Амон, девственник Кави Антоний, и сказал Ему, вижу, что я имею больше дел, нежели ты. Каким же образом имя Твое больше славится между людьми, чем мое? Среди Антоний сказал Ему, это от того, что я люблю Бога больше, нежели ты. С каким намерением это сказано? Ответ. Ни Авва Амон не хвалился своими делами, ни Авва Антоний своей любовью, но намерение слов их было таково. Как эти святые были первыми учредителями чина монашеского и начинателями пустын на жительство, то они имели в виду обоюдным согласием утвердить и всем монахам показать, что внутренний строй ума превосходнее телесных подвигов. Ибо этот внутренний строй ума направляет и восторгает душу монаха к совершеннейшей любви к Богу, делающего достойным видения и откровения славы Божией. Телесные подвиги освобождают монаха от страстей телесных. Утверждают в добродетелях, силу ему подают к отгнанию похоти и телу доставляют чистоту. А подвиг ума вооружает душу против демонов и помыслов, ими всеваемых, и доставляет чистоту сердца, которое крепость получает от любви и делается достойным того, чтобы им правил дух. ни в каком преуспевающего в добродетелях и любящего Господа, славе нужно распространяться между людьми. Ибо вот Ава Павел, начало пустынной жителей и перворожденный из монахов, которого Ава Антоний называл иногда пророком, Ильей, иногда Яном Крестителем, иногда Апостолом Павлом. Пока жив был, немало не было известно между людьми. Но, как я уже сказал, те оба отца хотели взаимно утвердить и нас научить, какой чин подвижничества превосходнее другого, телесный или духовный. Состоящий во внутренней сокровенной брани ума, в непрестанной молитве и богомыслии, которая, достигши совершенства, возвышает ум монаха, в духовной строй, состоящей в духовной молитве, в удивлении Богу, в созерцании его и в явлении славы Господа нашего Бога, которому хвала во веки веков. Аминь. Двенадцатый вопрос. Святой Ава Антоний сказал, что Бог, не попуская дьяволу наводить сильные брани народ сей, потому что он немощен. Как же это так же? Ответ. Бог жалеет род сей, не попускает быть ему слишком теснимо от дьявола, так как у нас недостаточный жар любви к Богу и ревность о добрых делах. Итак, дьявол слабее нападает на нас по причине нашей слабости и развинения. Вопрос. Что значит следующие слова Ава Антония? Если бы мельник не закрывал глаз мула, то ничего не мог бы приобрести, ибо мой падал в откружении головы, и работа прекращалась. Подобно этому и мы бываем, покрываем по божественному строению. Ибо и мы вначале делаем добро, не видя этого, чтобы не стали мы считать себя блаженными, и не погибли потому труды наши. Почему иногда впадаем в срамные помышления, чтобы, видя их, укоряли сами себя. Эти-то срамные помышления и суть прикрытия небольшого добра, которое делаем, так как человек, который укоряет себя, не потеряет награды свои. Объясни нам, что есть полезно в этом изречении. Ответ. Не все святые удостаиваются видеть видение. Они не видят даже добра, которое делают, и уготованных им обетований, хотя они преисполнены благих дел и добродетелей. Не потому так, чтобы Бог не радовался их добродетелей и не утешался их добрыми делами, чтобы все благие умолил нечто от награды, уготованной добрым, да не будет. Но это делает Он для того, чтобы добродетельные люди не вознеслись гордостью и чтобы через то совсем не погибла сына и добродетели, чтобы не лишились они уготованных им благ и не делались чуждыми благодати Божией. Почему? Хотя за то, что они добрые судь-делатели и прилежат добродетелям, Бог хранит их, однако ж попускает иногда, что демоны посмеваются над ними, севают в них храмные помыслы или наводят страх или наносят раны, чтобы знали они немощь свою и всегда были осторожны и опасливы, ибо пока остаются они в мире этом, жизнь их изменчива и превратна. Но как помышление о благе, которое уготовано нам за добрые дела, поддерживает в них ревность к постоянному доброделанию для получения его, так сознание своих недостатков и своей немощи отклоняет их от гордости и делает то, что они готовы бывать на всякий род смирения и всячески опасаются, как бы не потерять свои добродетели, в то время, когда имеют получить сугубую радость от Господа нашего Иисуса Христа в бесконечном Царстве Небесном. Вчера Ава Елене из Сирии пришел к Ави Антони, Ава Антонио Лидивилл сказал, «Добро пожаловать, Дениса, восходящая за утро!» И Ава Елене отвечал ему, «Здравствуй, ты, светлый сок, украсивший Вселенную!» И почему Блаженный так назвал его? Ответ. Елене этот жил во времена Ава Антонио и был равен ему по степени совершенству и делам. Его похвалил император Константин Победитель, говоря, «Благодарю Господа Иисуса Христа, что в дни мои есть три божественных святила, Блаженный Ава Антонио, Ава Елене и Ава Ефти». Так сказал он, потому что они гораздо превосходились всех монахов, которые жили и были известны в то время. Назвал же его Ава Антонио Денисо, потому что, как Денисо величиной и светлостью превосходят все другие звезды, так Ава Елене и светом благодати превосходил всех прочих монахов его времени. И он со своей стороны, желая показать Аве Антонио, что ему не безызвестна высота его совершенства и великость света благодати, ему данной, назвал его светлым столком, который украсил Вселенную. Вопрос. Ава Антонио сказал, «Потому мы не преуспеваем, что не знаем своей степени, своего чина, и не понимаем, чего требует дело, с которым мы приступаем, но хотим достигнуть добродетели без труда. Почему, коль скоро встретим искушение на месте, в котором живем, переходим на другое место, думая, что есть где-нибудь место, в котором нет дьявола, но кто познал, что есть брань, тот постоянно, везде воинствует с Божьей помощью, потому что Господь наш сказал, Царствие Божие внутрь вас». На что указывает он всеми словами? Ответ. Смысл ее слов таков. Переходят с одного места на другое, отчаян найти место, где нет дьявола, но, встречая искушение, и там, куда перешли, удаляется в иное место. Но кто знает, что есть брань, тот борется с Божьей помощью, там, где живет, и не ищет другого места. Смысл же, сказанного Господом нашим, Царствие Божие внутри вас есть. Есть то, что мы, монахи, исшедшие из мира, взявшие крест свой по заповеди Господа нашего, и ему последовавшие, должны пребывать в одном месте и заботясь единственно о спасении души своих, должны переносить всякого рода встречающиеся там брани, полюбить Богу и ради исполнения воли Его, которая состоит в соблюдении Его заповедей. Нам должно, где бы мы ни были, терпеливо переносить все брани и искушения, будут ли они от страстей или от демонов или от людей. Но эти неискусные в брани, не привыкшие сносить никакой тяготы, спешат в другие места, ожидая найти покой от брани и убежища от помыслов, переселяясь с одного места на другое, из одной страны в другую, почему будем оставаться на своих местах, если нападет на нас брани или искушение, станем упаститься, молиться, преклонять колено, бить себя в персе перед крестом Господа нашего со слезами и болезни сердечные просять себе у Него помощи и спасения, так как Он всегда присущ нам и обитает в нас, как написано, близ Господь сокрушенным сердцем и смиренный духом спасет. И как сам Господь сказал, Царствие Божие внутрь вас, то есть я в вас обитаю, ибо Царствие Божие есть Христос, Который всегда в нас обитает. Боженный Павел тоже говорит, не знаете ли вы, что Христос живет в вас, и не Он только живет в нас, но и мы в Нем пребываем, как Он Сам говорит, «Я, пребудьте во Мне, и Я в вас». Если мы работаем Господу, то и сами есть жилище Ему, то не будем оставлять Господа нашего во время искушения, бед и браний, и переселяться в другие места. Не будем искать себе помощи и убежища от стран и мест, но на своих прибудем в местах, умоляя Господа, в нас обитающих, подать нам помощь и избавить нас. При этом будем открывать свои помыслы отцам нашим и просить их молитв в помощь нам. Терпя на своих местах, будем всегда прибежать к покрову Спасителя нашего, и Он, несомненно, сделает нас победителями во всех браниях наших. Святой Макарий Великий в сведении о жизни и писаниях Святого Макария. Ближайшим преемником мутического дара Святого Антония был Святой Макарий Египетский. Сказания сохранили только два случая посещения Святым Макарием Святого Антония, но надо полагать, что это были не единственные случаи. Вероятно, Святому Макарию не раз приходилось прослушивать пространные беседы Святого Антония, которые, исходя из своего единения, вел он иногда через всю ночь к собравшимся для назидания от него и ожидавшим его в монастыре братьям, как уверяет Корнильев Кроний. А от того в беседах Святого Макария слышится почти слово в слово некоторые наставления Святого Антония. Считая святей и другие подряд, может заметить это тотчас же. И нельзя не признать, что этот светильник Святой Макарии вважен от того большего светила Святого Антония. Сказания о жизни Святого Макария не дошли до нас со всей целости. Все, что можно было узнать о нем, собрано в его жизнеописании, помещаемом при изданиях его бесед. Замечательнейший в ней случай, это напрасно претерпенно им, когда он жил еще недалеко от селения. Какое тут смирение, какое самоотвержение, какая преданность воле Божией. Эти черты потом характеризовали всю жизнь Святого Макария. Гласно признался и Сатана, что в конце побежден смирением Святого Макария. Оно же было лестницей и к тем высоким степеням духовного совершенства и даров благодати, какие видим наконец под Святого Макария. Из Писания Святого Макария имеем 50 бесед и послания. Святой Макарий не касается частности в подвижничестве. Тех, к кому обращал свои беседы, без того были усердные труженики. Потому он преимущественно заботился только о том, чтобы дать должное направление этим трудам, указывая им последнюю цель, которая должна стремиться. Поднимая такие труды и поты, это, как уже упомянуто, освещение души и благодати Святого Духа. Наставления Святого Макария Великого христианской жизни, выбранные из его бесед. светлое первобытное состояние. Нет иной такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душою. Бог сотворил разные твари, сотворил небо и землю, солнце, луну, воды, древа плодоносные, всякие роды животных. Но ни в одной из этих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти его. Однако же не утвердил он на них престола, не установил с ними общения, благоволил же об одном человеке с ним, вступив в общение и в нем почивая. Видишь ли в этом сродство Бога с человека и человека с Богом? Как небо и землю сотворило Бог для обитания человеку, так тело и души человека создало на жилище себе, чтобы вселяться и успокаиваться в теле его, как в доме своем, имея прекрасные невесты и возлюбленные душу, сотворенные по образу его. Почему апостолы говорит «Мы и его дом»? Высокое достоинство человека, смотри, каковы небо и земля, солнце и луна, но и в них благоволи, не в них благоволил успокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, даже осмелись сказать не только видимых, но и невидимых, и невидимых духов. Поэтому человек драгоценнее всех тварей. Ибо об Архангела Михаиле и Гаврилии не сказал Бог «Сотворим по образу и подобию нашему», но сказал об умной человеческой сущности, разуме и бессмертной душу. Написано «Ангельские ополчения вокруг боящихся его, посему душа смысленная и благоразумная, обошедшая все создания, нигде не находит в себе упокоения, как только в едином Господе». И Господь никому не благоволит, как только к одному человеку. Как богатая девица, сговоренная замуж, какие бы она ни получала подарки до брака, не успокаивается тем, пока не совершится брачный союз. Так и душа ничем не успокаивается, пока не достигнет совершенного общения с Господом. Итак, как владенец, когда голоден ни во что меняет, жемчуг и другие одежды, все же внимание обращает на питательные сосы, чтобы вкусить молока, так рассуждая о душе. То есть, что все минуя ищет она вкусить Бога, и тогда только покойные становятся. душа дело великое и чудное. При создании такое сотворил ее Господь, что в естество ее не было вложено порока. Напротив того, сотворил ее по образу добродетели духа, вложил в нее законы добродетели, рассудительность, ведение, благоразумие, веру, любовь и прочие добродетели по образу духа. Он вложил в нее разумение, волю, владычественный ум, воцарил в ней иную великую утонченность, содел ее удободвижимую, легкокрылую, неутомимую, даровал ей приходить и уходить в одно мгновение и мысли служить ему, когда хочет дух. Одним словом создал ее такое, чтобы соделаться ей невестой и сообществом его, чтобы и ему быть в единении с ней, и ей быть в единении духа. Единый дух, как сказано, соединяющийся с Господом, один дух с Господом. Как муж тщательно собирает в дом свои всякие блага, так и Господь в доме своем в душе и теле собирает и полагает небесное богатство. До преступления они были обличены Божьей славой. Адам, пока держался в заповеди, был другом Божиим и с Богом пребывал в раю. В Адаме пребывало слово и имело он в себе Духа Божия. Первоначально честный ум пребывая в тине своем созерцал ладыку своего и Адам пребывая в чистоте царствовал над своими помыслами и блаженствовал покрываемый божественной славой. Само пребывавшее в нем слово было для него всем и ведением и ощущением блаженства и наследием учением и совне пребывали на первозданных славах так что они не видели наготы своей. Человек был в чести и чистоте был владыкой баедодольного, умело различать страсти, чушь был демоном чист от греха или от пороков, был божьим подобием. Все разумные сущности, разумные ангелов души и демонов Создатель сотворил чистыми и весьма простыми. А что некоторые из них совратились во зло, это произошло с ними от самопроизвола, потому что по собственной своей воле уклонились они от достодолжного помысла. Видимые твари связаны каким-то неподвижным естеством. Не могут они выйти из этого состояния, какой создан и не имеют воли. А ты создан по образу и подобию Божию. Как Бог свободен творит, что хочет, так свободен и ты. По природе ты удобо изменчив. Природа наша удобо приемлема и для добра, и для зла, и для благодати, и для противоположной силы. Она не может быть преневоливаема. Так Адам по собственной своей воле приступил заповедь и послушал Лукавого. Великое богатство, великое наследие было ему уготовано, но как скоро возымел худые помыслы и мысли. Погиб он для Бога. Лукавого. Приступил